всем привет дорогие друзья с вами тенин сегодня мы поиграем в игру под названием farming simulator 2017 на карте березовка сегодня у нас так вот появилась небольшая работенка будем мы получается вспахивать наше уже поле да вот я буквально вчера получается купил поле решили мы скинуться с колей и приобрести небольшой такой небольшой такой вот поле так находится но тут совсем уж рядом тут возле свинарника я вот когда-то вам его показывал вот уже появились деньги немножко подзаработали и у коли там что-то было так что вот получилось его все-таки выкупить сейчас его нам придется распахать она там принципе довольно таки ухоженная вот буквально и прошлого владелец недавно скосил получается там росла кукуруза вроде бы так ну будем сегодня вот распахивать так сейчас заедем к коле он уже там должен подготовить свой трактор к пахоте так ну ка поднимаем и поехали так надеюсь он уже подготовил потому что ждать его не очень сильно хочется так поскольку мы договорились на раннее утро выехать так давайте пока не так жарко в тракторе работать вот уже и коля ну-ка подъезжаем так сейчас здорово коля здорово здорово ну что ты уже тут трактор подготовил да в принципе он готов к работе я вот клуб только поцепил с утра пораньше и принципе можно выезжать уже думаю ну поехали работа нас такая вот довольно таки долгая будет сегодня поскольку захват плуга не такой уж сильный большой а поле ну довольно таки большое ну да давай тогда поедем уже в поле потому что сейчас жарко еще тем более станет на улице ну поехали так ну вот очень сильно рады что поле находится реально очень близко к моему дому и к дому коле так вот уже поле купили остались осталось только вот приобрести какой-то участок и там уже не знаю построить базу или возможно купить уже готовый участок тут есть в принципе такие пару участков там где имеется ну какие-то старые постройки так что возможно там что-то перестроить и получится нас база так нужно спросить у коли как мы тут его пахать были поскольку поле довольно таки кривое так поля как мы его будем пахать что-то я вот не пойму ну давай ты все-таки езжай 1 я с собой поеду так давайте сейчас как-то тут отъедем чтобы поле не мешать или как он поедет поскольку это посредине наверное да или нет и не знаю сейчас будем смотреть ну вот такое ребята в принципе поле так я смотрю там немножко на кривое что-то это ничего страшного так вот как то так поедем ну да в принципе правильное решение не будем этот крутиться но ну реально такого очень даже сильно кривое так давайте опускаем кружок и поехали ну-ка давайте от первого лица немножко поработаем так потом нужно будет вот эти вот маленькие по краям кусочки еще запахать ну точнее не по краям а вот именно с левого с левой стороны но тут довольно таки длинные у нас получится сделать вот полосы так ну-ка тут у нас немножко не получается тут нужно еще будет один раз назад сдать и этот и запахать вот этот вот небольшой кусочек но в принципе так довольно таки коля неплохо тут проехался довольно таки ровно так но работы нам тут ребята как как вы видите на очень такое довольно таки долгое время но в принципе радует то что работаем два трактора это очень не радует поскольку у нас довольно таки захват побольше будет когда два трактора работает и уже вроде бы тут работаем пару минут а уже довольно таки большой тут кусочек ну как большой он не очень большой но все равно за вот эти вот вот этот вот небольшой отрывок времени это довольно таки многовато будет так так ребята нам тут получится еще один раз надо будет что-то не захватила все или нет там вот небольшой грех так что ты тут вообще криво запахал так ну-ка вот еще такой огрех чтобы не было чтобы все было ровненько так все теперь поехали на вот эту вот сторону так ну-ка вот поехали его блин конечно было бы хорошо удобрить это поле каким-то навозом не знаю она в принципе тут небольшое есть навозом нашей деревне нету проблем тут много кто держит всяких там коров семеней так что можно было ну это это сейчас нужно будет там покупать какую-то технику ну конечно технику не обязательно покупать вот можно было бы взять колен присяп нагрузить навоз и повезти сюда вот разбрасывать это вилами либо еще чем-то ну в принципе прошлый вот хозяин данного поля вам он владел еще свинарником и в принципе довольно таки часто удобрял это поле насколько я знаю так ребята сейчас уже мы тут почти подъехали уже концу вот этой вот небольшой пола полосы так ну-ка вот подъезжаем вот уже реально такой довольно таки захват большая коля на ту сторону приехал ну-ка ребята вот сейчас сейчас наверное будем на этой стороне коля пусть на той стороне ну что ж дорогие друзья вот уже почти что мы и запахали данное поле справились где-то примерно минуток за 40 вроде бы пока что все нормально у нас тут получается так ну сейчас он нам такой уж небольшой кусочек остался ну что там коля ты устал ну да честно говоря уже под устало работать техника старая да и хата это очень такое нудное занятие ну а трактор тебя не подводит ну да я видел что там трактор кушал ну давай тут уже этот кусочек как раз ты за мной поедешь и мы захватим этот так ну да как раз думал два трактора ну тут можно было бы нет в принципе одним тут не получится тут небольшой кусочек останется так поехали так не довольно таки быстро справились зато уже свое поле имеем и это реально очень радует потом закультивируем и уже что-то будем тут сеять посмотрим по ценам что у нас тут такое более-менее выгодно сеять так ну-ка вот да в принципе то все тут захвачиваем вот ну сейчас буду ехать уже я домой принципе наверно коле заезжать уже не будем потому что ну мы тут реально все под устали работать уже думаю сейчас приедет домой и наверно будет отдыхать либо еще что-то делать он по моему кстати говорил что-то там будет с волга делать у нее там какие-то проблемы небольшие с ней ну что ж сказать машина довольно таки старая так ну как все до коля поехал вот давайте тут как-то объедем аккуратненько эту яму и поставим трактор наш во дворе думаю что будем ставить его во дворе сейчас не просто еще нужно будет вечером ехать на колын так сказать ну-ка давайте тут поставим лужок наш и сейчас давайте закроем ворота и будем заезжать во двор так вот как то так ребята честно вот сказать не хватает мне прицепа нужно будет реального докупить а то бывает иногда нужно что-то там курьям привезти еще что-то не всегда вот удобно перевозить это все на москвичи поскольку у него вместимость довольно таки маленькая и нужно по несколько раз ездить месяц это конечно довольно таки плохо было бы хорошо привести это все на прицепе вот на тракторе и ну за один раз вот так вот привезти на месяц и было бы очень классно ну думаю потом уже будем покупать какой-то прицеп ну думаю что буду на этом прощаться с вами всем спасибо за просмотр с вами был тенин всем удачи и всем пока